Субтитры сделал DimaTorzok 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 киноработ, вокальных киноработ или просто в озвучении. Но нигде не было ни одним титром. Почему? Потому что было понятно, что появляется явление, которое невозможно будет дальше управлять. Чтобы каждый из вас становился таким явлением, нужно для себя внутри определиться, кто я в этой профессии, что я могу лучше всего, какие мне даны данные, которые я здесь и сейчас могу и использовать. Это не претензия к себе, это улучшение собственных качеств. Окей, я немножко поплотнее, чем другая девочка или мальчик. Окей, значит, моя линейка вот этих ролей. Я чуть меньше, наоборот, я вот такая совсем. У меня вот тогда вот эта линейка ролей. Но мы не привязываемся. Есть костюм, есть гриль, есть внутреннее существование. Ну, конечно, главное доводить до безумия, когда Джульетта, это возрастная роль, я 36 лет ее ждала! Ну, понимаем, даже есть еще какие-то вещи, которые взаимосвязаны не только с Лебреттом, а вообще с собственным искрением. Мы вчера закончили на Стрельниково и сейчас в четверг повторим, потом немножко размычимся. И начнем какие-то другие всякие разные фишечки делать. Да, потом прогоним упражнение цена рождения. Четверо из вас уже знают, как. Четвером другим, наверное, рассказали про эмбриончика. Вы общаетесь между собой? Нет. Да я красный. Это понятно, но наша задача, я понимаю, задачу и ректора в первую очередь, почему у нас все время такой перемест, вы же понимаете, что это же политическая задача. Чтобы вы все друг другу рассказали, видели мы этого кучерявого, какой-то странный чувак, ну, классно. Курс? Третий. Третий. Так. А у вас? Третий. Третий. Вы прям... Мы, да. Вы одни плотнёжки. Потому что у меня вчера была чистокол. Первый, третий, второй, ну, то есть разных возрастов. Возраст? Двадцать. Два. Двадцать. 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 Прекрасно. Двадцать-двадцать-два. Прекрасно. Так, поэтому такой опытный взгляд, да, в глаза? Угу. Звучит как угроза. Прекрасно. Кто что знает про стрельнику, вы вчерашние четверо молчим. Как рыба врет? Ну, это упражнение. Спасибо. Нет, нет, нет. Ага. Ксения, еще раз. Анна. Анна. Александр. А, ну, за рлем совсем недавно. Вот и встала Ленинградкой, Садовое кольцо. Так будет проще запомнить. Ну, по ассоциации, понимаете, нужно повторять имя человека, которого видишь впервые в жизни. Меня зовут Владимир, если что. То есть, кто не смотрит телевизор. А вас? Анжелика. Анжелика. О, боже мой. Маркиза Ангелов. Очень хорошо. Вас еще у Маркиза нарисовано. Будет прекрасно. Можно сразу быть и Маркизой. Так будет проще. Прекрасно. Продолжите, пожалуйста, жить. Меня надо перебивать. Я это делаю намеренно для того, чтобы сейчас вашу волю тренировать. Есть тех преподов, которых можно перебивать. Ну, до предела. Итак. Надеюсь, не дойдет. А дыхательные упражнения? Что вы о нем знаете? Я знаю, что мы занимались театральной студией. Я вижу свой опыт. Занимались театральной студией этими упражнениями. А было упражнение на... Когда мы подключаем все тело, то есть диафрагма сокращается. Делаем, например, упражнение только на вдох или только на выдох. Как я поняла, что это задача расслабления. Удивительно услышать фразу, что упражнение на выдох. Ну, имеется в виду, что мы делаем вдох, но непроизвольный, скажем так. Сейчас тем, кто сейчас спортик, кто вчера уже подготовил, понятно, да? От насморка лечится, скажем так. Безусловно. Это смена диапазона, но это еще более опасная смена диапазона, как мамо-му. Мы помним, да? Чтобы все упражнения на мячения. 15, максимум 20 минут. Вы сейчас просто тоже... Вы делаете все распевки, просто в другой последовательности это не важно. Важно, самое главное в вокале, как вообще в любом спорте, в любом занятии, это техника безопасности. 25% по статистике выпускников Гнесинки выходят с испорченным аппаратом только лишь из-за двух причин. Это неправильно делаемое стельниково и неправильно выставленное дыхание. Базовое, белькантомское. Все. Вот отсутствие этих двух базовых элементов, либо неправильное их исполнение, механическое исполнение, лишает человека аппарата. Сейчас объясню почему, просто чуть позже. То есть вы делали на вдох и на выдох, вы тоже делали упражнение. Да. То есть... Да. Ну там всякие со скручером, с наклончиками, да, все такое. Вчера я на занятии показал самое простое упражнение. Объяснил его технику безопасности, потому что, повторю, самая главная техника безопасности. Я покажу упражнение на вдохе. Ну то же самое, что вы делали, мы их повторим. Мы сделаем еще одно упражнение на вдохе, чуть более 20, ну то есть более развитое. И сделаем одно упражнение на выдохе, но с кучей отговорок. Про стрельник опыт читали? Я углубилась в губы мраками. Я углубилась в губы мраками. Класс, да? Ну, своеобразный персонаж, надо было почитать. Вы какие человеки? Ну, своеобразный персонаж, учитывая то, что его лично Адольф, товарищ, приглашал стать истинным аренцем. При этом человек отказался и навлек на себя кучу проклятий с той стороны. Но при этом все равно был с почтями похоронен. Это про Имра Кальмана, это человек, благодаря которому нас в мировом масштабе перестали хоронить за оградой кладбища. Именно благодаря Имре Кальману всех артистов стали хоронить на кладбище. Разве не раньше это случилось? Нет. В мировом масштабе нет. Из-за трех его произведений. Каких? Королева Чардаш и Сильва. Есть. Принцесса цирка. Бэдер? Конечно. Три разных... Это единственный автор, который соединил три разных жанра, которые друг на друга крысили, показывали пальчиками, говорили, что мы никогда ничто, ничего. И вдруг это превратилось в одно большое понимание общества, как одно большое искусство. Вот только на нем. Да, начало XX века. То есть мы с вами, в принципе, приличные люди только сто лет. Потом молниеносно... Любое большое событие, происходящее в социо-культурной жизни любого народа или тем более человечества, оно молниеносно переходит в разряд экспансий. Будь то религиозный факт, будь то культурный факт, будь то социальный факт. Можно сравнивать, допустим, ислам и христианство. Потому что большинство людей мало обученных или мало грамотных не читающих книжки считают, что сейчас, допустим, я недавно прочитал в каком-то западном журнале, что мусульманин прет. И я, если честно, я сам православный, но я оскорбился на эту фразу, потому что, ребят, минуточку, а наши крестовые походы кто-то отменил? А то, что мы на протяжении 9-ти столетий их выжигали, это как бы нормально? Ну, то есть, секундочку. Мало того, надо понимать, что все мировые религии, основные, которые уже устаканивались, они, по сути, это про одно и то же. Просто немножко разными словами, но все пустулаты приблизительно одни и те же. Что в буддизме, что в исламе, что в христианстве, причем надо понимать, что у нас там вариантов христианства и того же ислама, просто очень много вариантов. Нужно с уважением, с вниманием слушать друг друга и выбирать только лучшее, что вам подходит. Подходит лично вам, вашему собственному опыту. Что бы вам ни говорили, мы всегда меряем, ну, по тому, что я видел своими глазами, что я ощущал, что я понимаю. Стрельниковой. Самая главная техника безопасности, она заплатила за это карьерой и чуть не заплатила жизнью. Ну, во-первых, помним, да, напоминаю, да, вам по четырем уже вчера сказал, вам напоминаю, что в момент ваших женских всевозможных интересных ситуаций мы уменьшаем нагрузку и переходим только, ну, при желании, вообще, конечно, холотропное дыхание. То есть, вообще, максимально снимаем голосовую нагрузку. Сама Стрельникова своим примером показала, что она сорвала в момент работы именно по этой причине связки. А потом за менее чем пять лет, чуть больше четырех лет, она при помощи собственной техники, уже будучи известным педагогом, восстановила себя аппарат и предъявила общественности, что ее техника работает. Вот в чем ее заслуга. Что было трудно, ну, поскорь с человеком, который на глазах у всех голос потерял и первое время вообще даже практически говорит не мог, а потом восстановил и практически вернулся на тот же уровень, с которого слетел, но уже вооруженный до зубов своим упражнением. Птичники Стрельникова и самое главное это контролируем вдов. Давайте повторим вместе. В Стрельниковой мы контролируем вдох и не контролируем выдох. На самом деле это тоже мистификация. Это мистификация, это большая ложь, когда мы говорим про диафрагмальное дыхание. Все преподы мира, включая меня, врут вам, будучи студентом, на протяжении последних 300 лет, говоря про опору и про то, что почему. Потому что физиологически, говоря про диафрагму, она орган диафрагмы медицинский, он находится вот здесь. Он отделяет брюшную, он отделяет верхний, то есть желудочно-кишечный тракт от органов дыхания. Но мы говорим, когда поем про диафрагму, мы говорим про нижнюю историю. Нет, там тоже есть виртуальный орган, так называемая вторая диафрагма. Но мы чаще детям это внушаем, когда начинаем с ними заниматься, что мы поем на опоре, естественно, внизу. Почему? Потому что если у тебя такой столб воздуха или такой столб воздуха, ну понятно же, да? Ну очевидно, просто визуально видно, где будет больше опоры. Ну понятно, что здесь меньше, здесь больше. Это, ну это очевидно. Дальше мы говорим о различиях техники смешанного дыхания. Либо кто-то уже сел, допустим, на академическую историю и вот на ней конкретно едет. И не хочет смотреть ни вправо, ни влево. То же самое касается истральников. За всю мою практику, при всем моем уважении, к сожалению, я встретил только четырех артистов. Это были две барышни и двое мужчин, молодых людей, из классического жанра, которые могли равнозначно менять тембральную окраску, переходя в классическое выведение звука и возвращаясь обратно в астрадное. Четырех. За жизнь. А все остальные продолжают петь вот так вот истрады, говоря, у меня ничего не поменят, я прекрасно пою эстраду. Я говорю, да что ты? Очень интересно. Я говорю, вот ты можешь сделать так? Он такой, могу. Он такой, да. Он такой, а вот так уже не могу. То есть, отпускание языка, корни языка, укладывание его спокойненько, чтобы язык лежал в этой ложбинке. Упражнение, вспомните, наверняка кто-то из вас работал с педагогами, с ложечкой подходишь к зеркалу, берешь ложечку, ну, извините, я только что мыл руки, с самой ложечкой, да? Не надо надавливать так, чтобы себе раздавить язык, нет, но кладете язык, если он колом стоит, и начинаете прогонять гласные. А, О, У, Э, И, И. Почему в этой последовательности? Вчера мы это обсудили, просто большая часть педагогов здесь, в стенах, аки с вами производят какую позоверенность? И, Э, А, О, У, И. И, Э, А, смотрите, внимательно за номером потом. И, Э, А, О, У, И. То есть они прогоняют треугольник. Из растяжки сюда вниз, и из низа обратно сюда. Я предлагаю эту историю, А, О, У, Э, И, И, потому что я просто математически прогоняю сначала вертикаль, потом горизонталь. А, О, У, то есть ты вытягиваешь поэтапно. А, О, У, потом Э, И, И. Разумно? Да. Это делается, то есть комплекс упражнений, которые с вами делают ваши основные действующие мастера, он рассчитан на усиление возможности мышечной массы, для того, чтобы аппарат просто быстро перенастраивался делать разное сложное. У меня совершенно другая задача. У меня задача аппарат расслабить и просто улучшить его генетические способности, возможности на этих занятиях. чтобы вы больше могли не в момент того, как вы работаете, а вообще гипотетически больше могли. это моя задача сделать два супер-версию у вас, делать это элементарно. еще он со стрельниками. Поехали? Да? Все очень просто. Подняли вот так вот ручки, но не поднимаем плечи, да? Мы опустили ручки. Сделали вот так вот, давайте сделаем кулачочки. Виртуально нарисуйте себе здесь две такие точечки перед собой, в которые вот так бац и ударили. Убрали, ударили. Поменяли руки, убрали, ударили. Точка, точка. Не расхлябанные, Анжелик, такие ручки, как кисель, да? Точка, 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 точка. Для чего это делается? В момент вдоха, мощного вдоха по технике стрельниковой, мы максимально сжимаем грудную клетку, чтобы еще больше увеличить давление поступающего туда воздуха. Помните, да, что в органах дыхания у нас, как и в органах пищеварения, давление внутри нашего с вами тела сильно отличается от давления за бортом. Почитайте медицинский справочник. Поэтому пулевое ранение в живот считается смертельным. Можно получить пулю в сердце и выжить, а вот в живот, скорее всего, нет. Почему? Ну, ранится почти в 4 атмосферы, поэтому, ну, из тебя начинает хрестать кровь из всех, ну, из всех, ну, плохой пример. Ну, ладно. Это вырежем. Это вырежем. Нет, оставим. Ну, я, правда, не помню, там 4 или 3 атмосферы, но неважно. Смысл в том, что у нас давление внутри тела и внешнее давление не разное, как у четной коробки и прочее, у нас в разных органах разные давления. Природа не дура. Она придумала так, чтобы нам с вами было комфортно жить. Так вот, в тот момент, когда вы берете под максимальным давлением туда воздух, еще и дозакачиваете его на сжатой грудной клетке, как вам кажется, давление воздуха внутри ваших легких, оно увеличивается? Конечно. Правильно. Тогда какого рожна мы должны контролировать выдох? Воздух, как водичка, дорожку найдет. Он выйдет. Показываю, как неправильно. Я недавно чуть не подрался с ним преподавателем из одного замечательного государственного вуза на эту тему. Показываю. Как неправильно. Ну, мне пришлось смотреть, я знаю, что вспомнил только на это дело. Почему так делать нельзя? Вы уже загнали туда воздух под диким давлением. Он уже просится наверх. А когда вы еще и начинаете поджимать и шумно выпускаете этот воздух, эффект фена изнутри. У вас увеличивается давление изнутри и так, и вы еще и поджимаете, и вы увеличиваете. Понимаете? Тогда вы начнете сушить связки изнутри. Зачем? Нет, вы их разогреете. Врать не буду. Первые 16 скачков будут такими, как вам надо. А дальше, уже буквально на третьем лупе, на третьем кольце лут, вот на третьем кольце вы начнете их сушить. Причем сушить начнете вы их не с середины, а от основания связок. Вы должны помнить, что у нас не две связки. Сколько у нас пар связок? Мышечные. Нет, сколько пар мышц, которые участвуют в воспроизведении звука человека. Третий курс, да? Первый курс кто? И-4. 32. Это очень сложный аппарат. Самих связок, которые действительно смыкаются, их действительно две. Но в образовании звука участвуют 32. Ачега. Поэтому, когда у нас с вами либо першить, либо острая боль, либо ноющая боль, у нас бы тогда боль была одинаковая, аппарат. Согласитесь, ваше взялое ощущение при разных заболеваниях, при разных недомоганиях. Перегрелось с ложки, тоже возможно, что отключится горло. Оно, кстати, как правило, одном из первых. Ноги в воде подержали, просто по ужин побегали. Летом, тепло, жара, прекрасно. Первое, что отключается? Горло. Не объясняли себе эту причину? Это тоже домашнее задание, но эту тему подчеркнули. Когда ты хроник, ты уже знаешь, что ноги надо держать все плес. С хроническим танзелитом и ларингитом. Скорее, даже не только возрастной, я уверен, что Ирина, как думал, ларингит 16. Во-первых, это просто опыт, во-вторых, зануда. Говорит вам человек с хроническим танзелитом и ларингитом, который не собираюсь лечить. А как я лечить? Нет, вообще, нет, существует огромное количество вариантов лечения, либо, ну, как бы, приглушения этих заболеваний, что молниеносно меняет вашу окрас. И, кстати, он сразу такой, получается, плотный. Стоит упаси Господь, вам вырезать гланды и лица более-менее лечить танзелит, вас сразу исчезает середина. Ее не будет. Век станет плоткий, а не справа не. Почему? Физиология. Нет, ну, когда физическое вмешательство, а если просто вы там пролечиваете, грубо говоря? Вы убираете бактериальный фон, а я вам напоминаю, что во рту человека, к сожалению, потому что не хочу говорить на камеру, бактерии больше и опаснее, скажем так, это более грязное место, чем другое место в теле человека. Так вот, бактериальный фон, который есть у нас во всем аппарате, который скапливается, у него одновременно две функции. И со знаком минус, и со знаком плюс. И мы к нему привыкаем. У нас же с вами это заводится не за две секундочки, а в течение жизнедеятельности. Когда вы вдруг резко начинаете менять привычку всего организма, к тому, что у него есть определенное количество бактерий в том или ином очаге, он вам говорит, спасибо, Ксюша, вы сведули. Это самая главная проблема девушек вашего возраста и чуть-чуть моложе, чем вы. Это вспомните, когда в 17-18 лет всем хочется резко быть стройными, худыми, все начинают худеть, а слово худо, я не люблю это просто слово. Странить все пытаются, да, сидеть на диетах и прочесть этой истории. Самое распространенное заболевание для девушек в Российской Федерации возраста 15-20 лет. Какое? Гастрит. А расстройство ЛКФ есть вообще? Ну, да, расстройство пищевого поведения. Но только гастрит, но и прочее. Почему? Потому что, в первую очередь, страдает в желудочно-кишечном тракте вся ваша микрофлора с вашими бактериями. Но если вы их накопили, 4,5 килограмма, простите, так много, но по-другому не будет пищи перевариваться, то не надо уменьшать, потому что потом начнутся колики и прочее, все это право. Все это метод нашли к бокалу, руки расцепить. Я сейчас парю вам мозг для того, чтобы отключить. Очень хорошо, прекрасно. Такой я плохой препод. Возвращаемся к нашим баранам. То есть, когда мы берем вдох, мы максимально туда отправляем и бесшумно выпускаем, тогда это возможно. Прикиньте? Куда же он девается? Он выходит. Есть хитрость, и можно оставлять чуть-чуть при открытой губе или прям вообще при открытом роте. Кому как удобно. Я за это не кошмарю. Есть преподы, которые, самкни губы, алло, он через уши должен выйти? В смысле, самкни губы? Он же как-то выйти должен через ноздри. Но я не хочу сейчас пузырями пускать, господа. Давайте будем все-таки это все делать эстетично. Давайте проверим ножки. Раз, два, три, четыре. Нет, не растрябанно, Ксюша, вот так вот я пришла сладца. Раз, два, три, четыре. Потому что у вас кого? Я сейчас не хочу. Хочу. Хорошо. Раз, вот просто присоединяйся, два. Раз, два. Многие из вас после вчерашнего, я благодарен четырем дамам, которые остались, многие из вас даже после сегодняшнего занятия скажут, что больше Владимир Брилев занимается с вами актерским мастерством. Нет. Я объясняю вам, как вокалистом, будучи самым действующим артистом, что делать, в первую очередь, не надо, чтобы здесь, здесь и здесь рождался правильный звук. Это уже полпобеды в профессии, поверьте. Лучше потратить здесь пару-трех часов на самоидентификацию себя любимой, потому что я не могу залезть в вашу шкуру. Ваше дыхание – это ваше дыхание. Ваше звукоизвлечение – это ваше звукоизвлечение. Ваше позиционирование – это ваше позиционирование. Ваше раскрытие и вчера, помните, да? И помните, есть такие термины вокале с аппаратом, когда у вас раскрытие и до раскрытия челюсти. А-а. Когда надо удержать звук. Особенно на пиано, особенно в конце фразы, когда у нас длина или га-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а… Методом ее округления, особенно те, которые будут в астрале, микрофон, он вас спасет и будет казаться, что вы максимально долго тянете. А это уже эффект не в том, что вам хватает воздуха. Как только вы начинаете доотпускать челюсть, вот сколько вы будете пиода отпускать, вы даже не проконтролируете этот момент, организму будет хватать ровно на столько же воздуха. Вне зависимости от того, сколько воздуха у вас сейчас есть. Ну так устроен организм. Страшно, я сюда. И последняя просьба перед тем, как сейчас нормально по свету? Все, все отлично. Улыбнились. Представьтесь, пожалуйста. Ань? Нет. Представьтесь, пожалуйста. Помните, да, с чем мы начинаем? Представьтесь, пожалуйста. Ну, Аня. Ну вот, ну, Аня к вам так и будут относиться по жизни, понимаете? Меня зовут Анна. Меня зовут Анна. Нет, еще раз. Лига, микропауза и люфт наверх. Меня зовут Анна. Меня зовут Анна. Т хочу получше и... Вот переход УТ. Еще раз. Меня зовут Анна. Все услышали, что буквы Н у нее нет? Меня зовут Анна. То есть ты вытащила, а Н еще раз. Меня зовут Анна. Ноги врут еще чуть шире. Чуть-чуть шире. Еще шире. Не бойтесь. Считайте, что мы сейчас с вами на физкультурке. И еще. Скажите это. Меня зовут Анна. При этом, встаньте сюда напротив зеркала. Все супер, все отлично. Чуть поближе. А то вы так ставите. У вас дальнозоркость? Вы можете себя разглядеть? У меня безорукость. Тем более подойдем к зеркалу. Скажите себе. Только плечи на истречку родину. Спасибо. Улыбнулись. И шире ноги. Как вас зовут? Меня зовут Анна. Меня. Меня. Нет, еще ниже челюсть. Меня. 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 Ниже. Меня. 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 Зовут. Зовут. Анна. Анна. Нет, не форсируйте звук. Я прошу просто раскрыть аппарат. Это большая разница, Ксения. Да, да. Еще раз. Меня зовут Анна. А теперь как нормальный человек? Меня зовут Анна. 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 Вот, теперь вставим. Хорошо. Последний раз был хорошо. То есть мы лигой соединили, нам нужно донести информацию. Я сейчас вам просто вперед, перед тем, как мы начнем делать вот здесь технический разбор. И вы навсегда поймете, как это делают хорошие нормальные мастера. Работа с текстом – обязательная позиция для любого артиста нашего Жанна. Поднимите руку, кто в классике. Прекрасно. Еще раз, для Анны мы сейчас это сделаем, повторяем, чтобы ей было еще легче. Мы сейчас всей группой, понимаете, да? Для меня, повторюсь, на первом занятии говорил, два, существует два варианта занятия. Два человека для меня – это уже толпа, как для педагогов. Это прям толпа. Либо надо действительно собирать толпу, но тогда энергетикой группы мы поднимаем всех. И себя в том числе. И все получается. Кто здесь по классике, поднимаем руки. Анна, поднимаем руки. Вот, и не боимся это делать, да? Ой, загнобили в коллективе девочки. Опускаем. Кто по эстраде? Прекрасно, опускаем руки. Я здесь. Анжелика. Прекрасно. Возвращаемся к нашим баранам. То есть, мы контролируем вдох и не контролируем выдох. Еще раз повторяем. Сначала, вот в этом положении просто ножки смотрим. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Спасибо. Теперь проверяем ручки. Точка. Не поднимаем плечи. Как вас зовут, представьте, скажу. Ксения. Тоже, у нас две Ксении. Да. Прекрасный тост. Точка. Мы нарисовали здесь точки, ударили. Развели. И снова поменяли руки. И поменяли руки. Развели. Раз, два, точка. Три, точка. Четыре, точка. Плечи при этом не гуляют до ходунов. У нас они находятся в одной позиции. И самое главное, самое сложное. Голова, точка. 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 Комфортные точки. То есть, у меня задача дотянуться прямо до плеча. Мне сейчас, не разминая шею, это может позволить любой человек прямо с ходу. То есть, просто комфортно. Но важно, что зафиксировали точку, поставили обратно. Точка. Точка. Поверьте, потому что вы сейчас начнете делать все в комплексе. Вот так это будет выглядеть. А мне надо, чтобы была точка, 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 точка. Сейчас, не подключая дыхание, мы повторяем механику. Раз, два. Раз, два. И поплыла Анжелика. Да, влево, вправо. Нет. Точка. 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 Запомнили? Пробуем пока без дыхания. Раз, два, три, четыре. А при этом надо... Стоп. А можно чуть пониже опускать? Супер. Теперь подключаем органы дыхания. Все очень просто. Мы, как обычно, напрягаемся. Здесь всю эту историю радостно действовала. У кого пресс, у кого мой завтрак. У меня, например, завтрак. Я попался на 10 килограмм. И я невероятно сейчас об этом расскажу. Или на 8, сколько это мне поправится. Я этого не снисляю. Я люблю повеселиться. Особенно поесть. Понимаете? Но. Ну, вам еще сложнее, чем нам. Мужикам проще в профессии скидывать этот, собственно, по себе вес. Это сила воли. Сила духа. Вам, девчонкам, сложнее намного. Это дело не в диете. Смена режима питания. Это другое. Ни в коем случае нельзя себя ни в чем ограничивать. Нужно просто, как моя Михаила Лисецкая, царство небесное, как говорила, наложила себе на ночь глядя. Вот такую кастрюльку, сковородочку всю, да? Порубала туда колбаски, мясца, картошечки, да? В тарелочку положила, ровно половину от грибы обратно. Уж если понимаешь, что ни пожать не можешь. Прям ровно половину обратно туда и в холодильниче. Чтобы неповадно было. Дисциплина – это единственный способ существования в этой профессии. На ваше место всегда есть минимум 16-20 более молодых. Более опытных. Симпатичные. С большим количеством денег. Возможностей, связей. С большим количеством выбранных конкурсов. С титулом или положением. Вы должны быть в этот момент не просто уверены, что роль ваше. Или место ваше. Вы должны понимать, что это действительно ваше место. Осознание того, что ваше место в профессии никто не может вас занять в принципе, оно вас освобождает от огромного количества комплексов. От страха. От зависти. И от упорства преодолевать ветряные мельницы. У вас обязательно будет ваше место в профессии. Оно наверняка уже есть. Вы там начинаете окапываться. И делать то, что вы должны делать. Дело. Выходим на сцену. Работаем хорошо. Уходим со сцены. Но опять-таки повторюсь, да, не под шумом. Сапог вышел. Ла-ла-ла. Отработал. И так же ушел. Скоричем. Готовы? Три-четыре со мной. И... Бесшумный выдох. Точка, 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 точка. И ниже опускаемся, Анжелик. Сняли. Прекрасно. Вот так вот я на баяне всем телом летаю. Ровненько. Точка, точка. Без плечей никуда не улетают. Ниже, малыш. С вашей фигурой вы можете себе это позволить. Не настолько напряжно. Комплекс окличества выключаем. Все ок. Чуть легче. Никак броникоется. Ок. Пробуем еще разочек. Готовы? Улыбнули сами себе. Контролируем вдох. И... Я один тут. Контролируем вдох и... Не контролируем выдох. Только вместе можно? Контролируем вдох и... Не контролируем выдох. От слова совсем. Хочу слышать тишину на выдохе. Прям абсолютную тишину. Готовы? Я ваше зеркало. Первое будет право, точка. Лево, точка. Право, точка. Лево, точка. Три, четыре и... Пресс напряжен при этом. Тело не гуляет. Мощнее руки. Стоп. Сняли. Зайка, зайка. Смотрите. Точка. Это значит, что мы действительно максимально сдавили. Не на маникюре, мадам. Жестко сдавила, в точку поставила, вернула. Закрыла. Ну, то есть, прям как на боксе. Точка. Точка. И при этом тынь-тынь-тынь. И ниже опускаемся. Чуть тратим себя. Тратим. Тратим. Хорошо? У нас подключена вся эта история. Прекрасно. Очень хорошо. И... Готовы? Три, четыре. Тело не гуляет. Сюша! Бесшумный выдох. Сняли. Спасибо. Теперь то же самое. Маятник. То есть, летим вниз. И в момент, когда сбрасываем руками, берем воздух. Понимаете, да? То есть, мы закрываем себе груднюю клетку таким образом. А наверх поднимаем, берем воздух и запрокидываем голову. Еще раз посмотрите. Механика понятна? Пробуем. Улыбаемся. Три, четыре и... Мощнее. Руки мощные. Плечи не понимаем. Бесшумный выдох. Сняли. Хорошо. Немножко голова пошла тогда. Ух-ух-ух. У кого не пошла, поднимите в голову руку. Понимаете, да? Сколько надо, сколько вкладываем энергии, такой возврат. Делаем вот такое усилие, а получаем вот такой результат. Делаем вот такое усилие, а получаем вот такой результат. Мысли сна? Благодарю. В упражнении на мычание... В упражнении на мычание... В упражнении на мычание... Самое главное... Самое главное... Это... Это... Само мычание. Само мычание. Глаз мы только проверяем с самого звукоизвлечения. Техника стара, как мед. Технике почти 300 лет. у нас есть на самом деле звук в звук воспроизведения вариантов нас 17 именно мы вокалисты пользуемся 14 из них какими тремя мы не пользуемся в осознанном состоянии раз ложные связки 1 ультразвук 2 и звуки среднего уха 3 мы не используем нормальные люди ну здравомыслящие эти три регистра не используют по одной простой физиологически это трудно сделать это способы общения для тех кого не осталось никаких вариантов почему маму потому что мы это уже вчера обсудили но еще раз повторюсь вообще сонорные согласно это прекрасная штука на которой строится вообще звукоизвещение как такого во первых помним да что нас когда начинающий катать на губах я думаю что до меня выставка 50 человек от уже это объяснили дальше правильно звук воспроизводить это естественный звук который позволит его человек это приходит в этот мир но в осознанке маму он назовет скорее всего второй или третий чтобы мама это слилось в одно целое почему то что а и баба скопила баба бабушку первой баба почему не надо напрягать аппарат возросла птичей запустите прямо пустите все обучите оде лактолога скажите баба 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 да 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 как обычно пытаюсь быть отличницей да 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 нет Расслабь. Видишь, что щекается? Ба-ба. Ещё раз. Ба-ба. Расслабься. Ба-ба. 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 Надуйте сюда воздух. Ба-ба. Ба-ба. Супер. Ба-ба. Надуйте. Ба-ба. Вот. Ещё раз надуйте. Да? Хорошо. Надуйте чуть-чуть. Ба-ба. 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 Вот более или менее. Она тоже всё равно пытается контролировать. Ба-ба. Слышите? Слышите? Это же даже на уши слышно. Я сейчас... Услышите меня. Я из всех преподов, которые сдают консеклотару, сразу секреты, чтобы вы могли им дальше пользоваться. Это важнее. Мне важнее, чтобы вы это сами знали и на ухо, на ваше собственное ухо вы слышали, где правильно, где нет. Вообще воспроизведение звуков. Отсюда идёт дальше. Дальше начинаются рулады, постановки, разборы текста, раз, всевозможные фишечки, приёмы от того, как доставать свистковый режим. Любой, какой хочешь. Есть куча прекрасных техник. По большому счёту, вам для этого и академическая школа не нужна, потому что всего так много в интернете, что можно посмотреть кучу всевозможных мастер-классов и вебинаров и набрать себе тот инструментарий, тот набор, который вам будет как бы полезен. До тех пор, пока не появится рядом человек, у вас не появится физиологическая ответа, чтобы рядом находился педагог, ну или второй, одному это тяжёлый, кто будет вас контролировать. И направляемся. Ба-ба. Ба-ба. Супер! Ба-ба. Второе да, первое нет. Ба-ба. А-а, вот у вас первое направленный звук, второе нет. Ба-ба. Вот сомкните. Ба-ба. Вот, только сделайте два. Ба-ба. Вот, супер! И вы? Ба-ба. Вот, второе было зажато. Ба-ба. 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 Вот, сейчас более-менее, но второе, видите, у неё под конец. Если вы первое зажимаете, вы второе. Расслабление. Почему этот звук, как правило, первый? Но потом мы фиксируем в голове, что мама, почему? Скажите. И чётко слышно сейчас сразу двух классиков. Ещё раз. Есть две основные техники воспроизведения звуков. Окей, их 17, но которыми пользуются нормальные и смертные люди, их две. Это вокализация и говорение. Звук до. Это может быть до. Мы начинаем её воспроизвить и даже с закрытым томом мы начинаем её вокализировать. Мы начинаем её раскрывать. Или... Это может быть просто какой-то звук, обезличенный какой-то высоты. Понимаете разницу? То есть мы делаем упражнение на технике говорения, не подключая к вокалу. Это просто звук какой-то высоты. Это нам сейчас нужно. Буквально четыре лупа сделаем. То есть мне сейчас нужно, чтобы... Внимание! Вы не начали выпивать вчера, помните, да? Как начинают... Уже всё-таки да, мы поняли, да, поняли. Значит... Как только начинаешь задерживаться на гласной, Начинаешь тут же пристраиваться на вокальную позицию. Неа! То есть мы гласами просто проверяем, правильно ли мы мочим. Положите сюда. Не поём, а просто распределим звук этой высоты, не ноту. Чувствуете, вибрирует и там, и там. Вот вам естественный ультразвук. Ваш, как у Китая или у Дельфина, Вы начинаете гармонизировать все клеточки организма. И сюда, и сюда. До кончиков ногтей. Поэтому, повторяю, мы поём не о связке, мы поём всем телом. Задача есть на? Порядок. Повторяй за мной. Ма! Ма! Только когда мы идём... Ма-м-м-м-м-м-м-м. Чель... Повторяй за мной. Челюстью... Челюстью... Мы... Мы... Заколачиваем... Заколачиваем... Гвозди. Гвозди. Прекрасно. Выпускаем воздух. Паузу взяли? Ма-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м. Просто мы чем... Ну, куда прервали? Хоп! Сразу соображаем голову, включаем. Ма-м-м-м-м-м-м-м-м. Четверых сейчас расстреляю. А что за перехват? Все на таком понятии, как перехват, да? Прекрасно. Выпускаем. Ровные спины. Грудно-историческую родину. Спасибо. Выпускаем спокойненько. Голод ровно. Пауза. Взяли. Хитрая майя. Выпускаем. Не поем. Взяли. И вот уже пятеро из вас поет. Вы слышите, да, что начинает локализировать? Это цепная реакция. Это проблема всех хоров, ансамблей и вообще любого совместно. Как только один посыпался, начинает за ним посыпаться все остальные. Это же удобнее петь, чем просто присыпьте гармонизацию. Звук. Но в вокальной позиции ты ищешь только удобство в музыкальном исполнении материала. Ты отключаешь мозг. Ноту нашел, на нее присел, ну и как бы начинаешь дальше уже работать с нотой. А не с тем, что в эту ноту зашито. Не в то, что ты в этот момент чувствуешь. Не то, что ты транслируешь в зрителя. Не то, какая у тебя мысль или задача, или тем более сверхзадача от режиссера или дирижера. Вот это все вылетает. Почему? Потому что вокалистка вышла и начала петь. Уезжаете? Уезжаю. И вот этих вокалисток у нас, к сожалению, 90% профессии. Люди выходят и просто начинают петь нотки. Текстик на нотке. Мне нужен сейчас просто звук этой высоты. Хорошо? Сначала выпускаем. Внимание! Все заметили, что все сделали переход? Ну не все, но больше сейчас сделали переход. И... Мы выпускаем, как я говорю, выпускаем. Мы выпускаем то, что есть. А не то, что мы добираем. Хорошо? Хорошо. Выпускаем. Ровная спинка, ровная голова, Ксюш. Пауза. Взяли. Чуть легче обратно. Не пытайся его... Легче. Опустила, закрыла? Опустила, закрыла? Мы гласный только проверяем. Мамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамамам Тогда повторяем вчерашнее слово, которое я услышал, когда мне было почти 5 лет, поэтому извините, это не педагогично, вообще не понимаю, кто меня пускает к детям, но все-таки здесь нет детей, поэтому намеренно зажали и сказали В куриную попку звук не идет, в утиную жопку звук не идет Ну сместно, благодарю, скажите, ага, ага, нет, не нужно, чтобы челюсть вы открыли, мне снизу в кабинете почесали люстру, ага, ага, еще, ага, ага, то же самое с закрытыми губами Упражнение на воспользование звука, а не на его вокализацию А вы что сделали? Шесть из восьмерых Пробуем И Молодцы Поплыли Слушайте себя, не партнеры Не бывает хорошо или плохо Все заметили, что как только доплыли до верху, когда начались с ля и с си бемоль, начали кто-то перестраиваться в другой регистр Не все, но каждая вторая начала Вы начали анализировать, пытаться себя подстраховать, потому что мне сейчас неудобно Зачем? Я же не гонял вас до рейли, до ми На холостом ходу мы проверяем расслабленность аппарата и не попытку сделать что-то идеальное А могу, не могу Повторюсь, мычание у нас буквально еще один круг, потому что много мычания делать нельзя Если вы сделали немного и раскрыли аппарат, то будет гармонизировали Начинайте долго сидеть на этом упражнении, оно начинает замокать Сколкнуть Еще больше эффект То есть антиэффект начинает Вот так оно еще не сжимает Нам это не надо Сейчас, секундочку И Легче, легче Легче Хорошо идем Молодцы! Ну, мерить бы камешка посыпалась, но сейчас за вторым кругом только одна из нас не дошла до самого верха Сорян, Настя, это вы любые Все остальные доползли, уже легче, не напрягаясь Это тот самый случай, когда в любом состоянии, в болезненном, не в болезненном, вы спокойно накрываете любую верхушку, подготавливая себя к исполнению любой партии Прогнал Достал О, значит, сейчас выйду Когда еще и рот открою, так вообще легко зайду Потому что это главная проблема действующего любого артиста Я не знаю, я сейчас залезу или не залезу Я достану или не достану? Да? И стою и думаю, как дура первые два куплета, что я на третьем сейчас налажаю В итоге первый пролетает мимо Второй на товарнике мимо На третьем подхожу к плохому месту, естественно его делаю мимо А у меня остается целый последний припев, чтобы Ну, под я красивая зато сегодня Каждая строчка, каждая музыкальная фраза важны Вы можете налажать где угодно Кто для вас самый сложный и самый строгий судья? Высоряйтесь Конечно Зачем заранее выходить на сцену, уверенным в том, что У меня сейчас не получится Мужчина, который обвиняет себя в том, что я слишком жирный, слишком много ем Я не могу себя держать в руках Даже ходящий три раза в неделю на спортклуб какой-то Да, и занимающийся с двумя профессиональными тренерами Ну, если рассчитывает выглядеть как Аполлон То в очень дальнесрочной перспективе Внутренний настрой этого человека уже работает против него Если вы заранее отрицаете собственный успех, вы его никогда не добьетесь Да, здесь нужна небольшая наглость Вот с утра встала, к зеркалу подошла и сказала Я тебя не знаю, но я тебя накрашу Или свет мой зеркальца Заткнись! Люди комплексуют Нужно обязательно себя подбадривать в любом состоянии духа Особенно тогда, когда вы не в голосе Понимите, пожалуйста, руки, кто в жизни хотя бы один раз выступал на конкурсе В плохом состоянии из-за болезни Или вот прям понимаешь, что не получается А вы Благодарю А вы и даме себя страховали То есть не участвовали в конкурсах В плохом состоянии Ноги врут Это очень плохо Знаете почему? У вас нет конкуренции с самой собой Никто не придет, за вас работу не сделает Только сама вышла, сама отработала, сама сделала Никогда не бойтесь трудностей Вам обязательно скажут, что вы бездарность Вы безголосая Вы страшная Вы толстая Вы какая-то левая И так далее Куча неплохих вещей Чем больше гадостей вам говорят Особенно в лицо А в лицо это достойно Хотя бы не за спиной Тем, значит, правильно иду Все правильно делаю Вы можете прекрасно К примеру У нас масса в интернете посмотреть То, как развивались те или иные лидеры мнений В нашей профессии Будут классические эстрадные жанры Джаз, фолк Про фолк это отдельная сегодня история Потому что мы сегодня залезем в этот текст Надо понимать, что это переделанный фолк И в варианте синтепопа С совковой аранжировкой Это выстрелило сразу молниеносно Во всю аудиторию Это гениально Ну, это просто хорошо продумано математически Поэтому это не могло не выстрелить Каждое ваше появление на сцене Должно быть продумано математически Иначе У вас еще не получится Просто красивое платье Хорошого мейка И проделанной хорошей вокальной работы Мало Если не знаете, кто вы Кто ваш персонаж И что с вами сейчас происходит То как бы труба Нам нужно сейчас найти Музыка же подключена Сейчас мы с вами будем делать упражнение на работу Мне нужно вас раскачегарить Это все такие в образе Что я сейчас просто лопну от гордости за вас Упражнение на работу Мы начинаем бегать в хаотическом порядке Начинаем бегать в хаотическом порядке Все, окей Все, все прекрасно И в тот момент, когда музыка прекратится Нужно не придумать себе работу А начать реально ее делать Вот вы бежите в хаотическом порядке То есть, ну, желательно не сбивая друг друга Давайте мы ограничимся вот именно этим пространством Поэтому вам в нем будет не очень легко существовать Можно по кругу, как стадо коней Можно как угодно Вот уже опытный игрок, прекрасно Браво И в тот момент, когда будет остановлена музыка Мы можем задать сразу какую-то тему Допустим, там, городские работы Или спорт Или кухня Кто-то начинает резко шинковать Но мне нужно, чтобы всем телом вы начали делать какую-то работу Которая, естественно, родится в этот момент Задача понятна? Не так Поверьте, непонятно Но мозгом понятно, да? Пробуем Готовы? Побежали Не изображаем, а реально бежим Желательно не сбивая друг друга Не сбивая, не цепляя друг друга Пространства комнаты больше, чем вам кажется Бежим, 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 бежим И работаем, работаем Сразу работа, которая рождается здесь и сейчас Сразу рождается работа Работаем, 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 работаем Стоп, записываем Почти Невероятная ложь Придумала по ходу пьесу Как бы, но ручки, когда прижаты к груди То не тогда нет никакого выхода силы Я когда всю дорогу вот так вот бегу Вот так вот ручки прижаты У меня нет никакого выхода силы Причем, вот это же тоже форма зажима Я не могу из-за этого И потом начать делать вот так вот Хомяк сдох Более или менее Понятно, да? То есть в том положении, как в том вы зависли И тогда начинайте делать Не обязательно, чтобы только была работа Связанная со стройкой Это может быть дискобол Это может быть вы плывете куда-то Но нужно по ним быть убедительным То есть в этот момент мне нужно, чтобы Энергию вы тратили, энергию Отдавлять себе энергию Пожалуйста, дамы, не цепляйте друг друга Здесь большое помещение Помещение на 10 квадратных метров Меньше у меня на той неделе Бегало 50 человек И поверьте, никто друг друга не цеплял Бежим, бежим, активнее, активнее, активнее Как молодые, как живые Бежим, 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 бежим Еще, еще Не готовим себя к тому, что готовим Просто бежим, не о чем не думаем Я бегу сейчас, выиграю лимпиаду Работаем, 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 работаем Ира, неправда Ну ладно Вот, хорошо уже, полегче, стоп Побежаем Тратим себя, тратим, тратим Еще, 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 еще Работаем Работаем Вот как бежала Вот, стоп, секундочку Настя не может так родиться Ты бежишь сюда Потом остановишься и начинаешь резко делать что-то, что неестественно рождается Понимаешь? Вот ты раз в этом положении Вот ты вот сейчас, смотри Когда зависла музыка Ты бежишь Значит, что-то вот может проследить вот так Я не знаю, что Не надо заранее придумать, чем я сейчас буду заниматься Это ложь Ты не даешь телу дать выхода силы А сила должна из тебя в этот момент выйти Понятна задача, девчонки? Потому что, согласитесь В тот момент, если ты себя заранее придумала Я вот сейчас добегу Он сейчас остановит И я буду плыть Нифига Потому что, если ты бежишь вот сейчас в таком положении То ты как-то очень странно будешь плыть Согласны? Энергия нужна Побежали Бежим, 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 бежим Как молодые Как молодые Еще, 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 еще Отлично, хорошо Не экономим себя Работа, 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 работа Вот, молодец Молодец Отлично 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 Сняли Теперь понятно Что я имею ввиду Под тем С подсловом Себя тратить Теперь представьте себе Что точно такое же Движение энергии Вы должны тратить Когда стоите спокойно Статично И начинаете заниматься Просто техникой дыхания Быстренько по площади Встали Плечи Спина ровная Грудь на историческую родину Пожалуйста Выпускаем И все запели Как одно Девочки Выпускаем Я сижу Я сейчас встану Это будет Два раза дольше Бегала только что 12 секунд На восстановление дыхания И все А дальше Это ты себе мозгами Продолжаешь себя жалеть И говорит Я же бегала Я же бегала 12 секунд На полное восстановление дыхания Спроси У любого клинического психолога У любого реабилитолога 12 секунд всего 12 секунд Я попарил вам мозги Расставил вас обратно Все Вы готовы Хорошо Вы когда Бежите Я не знаю Ваша любимая опера И ваш любимый персонаж в опере Спасибо Пожалуйста Намекаю Какая-то опера Какой-то персонаж У вас Революционное движение На площади Вы бежите В проходке Шанес-угла Хотя вы не хореограф Но там есть Обязательное такое требование А потом Вы начинаете петь Партию И начинается она Сразу с до Сразу Постановка не меняется Уже 60 лет На всех сценах мира Там вас не будут спрашивать Вы знаете Я запыхалась Никого не интересует Запыхались ли или нет Выпускаем Я запыхалась Я запыхалась Я запыхалась Уступаем сальки. Легче. Спешите. Легче. Легче челюсть. Ага, закрыли. Ха. То же самое с закрытыми. И. Не поем. Разбились по парам. Ну нет. Ну нет. Ты сейчас оберешься сливки. Нет. Хорошо. Простите, но один становится лицом. Давайте не к окну. В общем, один становится позади другого. Ну только от мебели отлепитесь, от стены. Что ж вы так притуляетесь куда-нибудь. Огромная площадь. Да. Кладем руки в самый низ, то есть в основание легких. На спине у вашего партнера. Угу. Угу. Прекрасно. 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 Сейчас чуть-чуть покладем. Кладем. Не боимся. Чуть-чуть пониже. У меня не побольше. Спасибо. Ровная спинка. Ровная спинка. Расслабленные руки. Выпускаем воздух. То, что есть. Пауза. И берем дыхание, чтобы отодвинуть партнера. Стоп. Пауза. Голова перед собой. Ровная спинка. Выпускаем. Пауза. Взяли. Кто у меня тут так добрал? Есть задача взять. Воздух, а не во все дыры. Ну, понимаете, да? Есть разница. Взять то, что сколько вам нужно и добрать. Мать. Мать. Ну. Я же сейчас не исключу, не исключу, не исключаю, не встречаюсь не спид-классом, да? Вам по 12 лет. Ну, как бы. Вы же вроде как в профессии. Девушка. Ровная спинка. Выпускаем. То, что пресс напрягли. Улыбнулись себе. Мы красивые. Мы молодые. Нас все хотят. Нас сейчас разберут во все лучшие коллективы. Выпускаем. Пауза. Взяли. Пауза. Почувствовали. А кто-то отодвинул? Партнер отодвинул вашу одну или нет? Вашу нет. Вашу отодвинул? Вашу отодвинул? Вашу отодвинул? Первый раз я отодвинул. Очень хорошо. Меняемся. Ничего страшного. Извините, мне удобно. Я был женат пять раз, мне все удобно. Давайте. Спокойненько. Ровные спинки, перед собой головы. Расслабились. Ровные плечики. Расслабились. Все хорошо. Выпускаем то, что есть. Пресс напрягаем. Выпускаем. Пауза. Взяли. Молодцы. Выпускаем то, что есть. Пауза. Взяли. Стоп. Неплохо. Теперь меняемся партнерами. Пауза. Нет. Вообще. Тоже по кругу как-то. Чтобы были другие люди. Чтобы не было эффекта управления. Ну идите сюда, мой сладкий белый кусочек. Давайте вас обниму. Мой хороший. Очень хорошо. Не бойтесь. Ставьте руки. Становимся в такую же позицию. Нет. Ставим все сюда руки. Чуть ниже талия. Чтобы мы не филонили. Мне не нужно, чтобы ставили не на ребра. Прям ниже. А читайте 2-3 сантиметра. Мы сейчас с вами выпустим воздух. Внимание. Виртуально. Мы выпускаем воздух целиком диафрагмой спереди. Зажимаем органы дыхания целиком. И пресс зажимаем. И в тот момент, когда мы зафиксируемся и скажу пауза. Мы подготовимся к тому, что мы будем дышать только боками. То есть мы механически отодвигаем бока и берем воздух максимально туда. Резко. Неподходящее слово. Мы берем воздух быстро. Разрешаю взять его шумно. Но нет задачи. Взять так, чтобы аж перемкнуло и ноздри впали туда в горло. Надо сделать такую задачу. Сам себе посмеялся. Прекрасно. То есть у нас, понимаете, у нас есть задача механически включить бакушечки. Мало того, сейчас девочки, которые сидят совсем на диетах, будут завидовать девочкам, которые не сидят на диетах. Потому что вам будет делать это гораздо проще. Готовы? Техника безопасности. Все аккуратно, гармонично, себя жалеем, себя любим. Но при этом работаем. Ровные спиночки, пожалуйста. Улыбнулись. Выпускаем то, что и пресс напрягли. Выпускаем то, что есть. Шумно через рот. Пауза. Взяли. Выпускаем. Все слышали, как эти две добрали, да? Пауза. Взяли. Вот. Почувствовали? Туда-сюда. Внимание пошло не туда-сюда, а сюда-туда. Вы начинаете управлять процессом. Меняемся. Каждый из вас это может. До тех пор, пока вы не включите свои физические ощущения. И все. Но не настолько высоко, моя дорогая. Да, вот у нее там как бы... Извините, я буду вынужден прикоснуться к вам. Сейчас секундочку. Вот у нее... Она просто... Да, вот у нее здесь просто ремень прекрасный, хитрюга. Вот по кромке ремня. Не бойтесь взять это более как скобы, да? То есть вы берете партнера для того, чтобы... Вы сейчас ему помогаете своими руками. Вот смотрите. Вы ему помогаете. Вот прям по линии тоже высокие брюки. Вот прям захватили, да? И вот такие скобы сделаем. Не просто туда отправили по лицу, а именно скобы. Вы тогда ей поможете включить этот... Ну как бы чуть больше. Чуть плотнее. Готовы? Да. Ровные спинки, улыбаемся перед собой. Выпускаем то, что есть. Стоп! Мать! Без перехвата. Мы не перехватываем тем, как выпускаем. Мы выпускаем то, что есть. Вы готовы? Смотрим вперед с собой. Перед себе... Плохо про русский. Плохо про русский. Простите, я очень плохо про русский. Сегодня такие... Брите, я плохо про русский. Ровная спиночка. Улыбочку. Улыбнулись самому себе. Все прекрасно. И вот... Либо туда, либо туда. Не надо, по центру. Угу. Прекрасно. Выпускаем то, что есть. Плотнее про эту напряжённую. Выпускаем пускай, пускай. Пауза. Взяли в боках. Стоп! Выпускаем, что есть. Пауза. Взяли! У вас прям хорошо! Туда-сюда. Запомнили эти ощущения? И ощущение на партнере У вас тогда есть в руках, как это происходит Как это происходит у другого человека И ощущение на себе Это единственный способ Всегда проверяйте сами Своим телом, своей физикой Могу, не могу, получается, не получается